Добрый вечер! В эфире новости ТВК. Я Ольга Депляшина. Главное событие дня. На Красноярском коммунальном мосту завершили нанесение дорожной разметки. Там же подключили все камеры, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения. Мы написали, мы даже указали, что причина, почему мы можем вас подвести, что решение администрации. Застройка территорий на улице Шахтеров. Почему все встало на паузу и какие перспективы ждут местные рынки. Необходимости в мобилизации в России нет, как нет и необходимости вводить военное положение. Заявление Владимира Путина на встрече с военкорами. Погиб еще, сказали, в апреле. И вот только сейчас он доехал до дома и предан земле. На Бодолыке простились с Максимом Бархатовым. Приговоренный к шести годам экс-директор Татышев Парка вступил в ЧВК «Вагнер» и погиб на спецоперации. Мертвого младенца в сарае нашли в Дзержинском районе Красноярского края. Об этом рассказали в Следственном комитете. Подозреваемая мать ребенка состояла на учете по беременности, была уже на 39-й неделе и сообщила местным врачам, что уехала рожать в Канск. Там женщина якобы отказалась от ребенка, оставив его в роддоме. При проверке же выяснилось, что в Канске она вообще не была и родила ребенка в ночь с 11 на 12 июня у себя на участке в уличном туалете. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. На главного инспектора лесной охраны завели уголовное дело за взятку. За деньги он закрывал глаза на нарушение лесоперерабатывающих компаний. Следствие считает, что в сентябре мужчина получила от директора лесоперерабатывающей компании 100 тысяч рублей. Взамен он эту компанию не проверял, хотя о нарушениях знал. Компания должна была очистить лесосеки Аксеновского лесничества от порубочных остатков. Но этого никто не сделал. Еще одну взятку по версии следствия госинспектор получил в Устилимске Иркутской области. В ноябре директор другой лесоперерабатывающей компании передал ему 50 тысяч рублей. Инспектор также не докладывал о нарушениях руководству и организацию не привлекали к ответственности. На обоих предпринимателей завели уголовные дела за дачу взятки. Сейчас у них проходят обыски. На коммунальном мосту в Красноярске завершили нанесение дорожной разметки и подключили все камеры, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения. Часть из них не работала во время ремонта дорожного полотна. Пока не было разметки, камеры не фиксировали выезд на выделенную полосу. Однако штрафы за превышение скорости все же приходили. В ГИБДД напомнили водителям о необходимости соблюдать требования дорожных знаков и разметки. Напомню, что ремонт коммунального моста начали 10 мая. Работы велись вечером в час пик и по ночам, чтобы быстрее завершить ремонт. Тогда правобережье города сковались серьезные пробки. К концу мая специалисты полностью завершили укладку дорожного полотна и начали асфальтировать спуски и подъемы с острого отдыха. Следующим этапом будет ремонт пешеходной части и покраска заграждений. Комплексное развитие территории вокруг рынков Южный и Луч встало на паузу. Более месяца прошло с тех пор, как торги отменили из-за жалобы собственников участков и недвижимости. Бизнесмены, как и прежде, уверены, что мэрия хочет провести аукцион в интересах строителей многоэтажек, которым и достанется земля. Пока торги приостановили, предприниматели не могут ни нормально работать, ни вкладывать в производство. Почему бизнесмены сидят на чемоданах и ждут переселения, расскажет Дмитрий Ишхузин. Роман Еремеев показывает результаты работы своей компании СИП «Красполимер». Это выставочный экземпляр стола для разделения золота от незолота, аналог американского прибора РП-4. По словам красноярца, такими конструкциями для золотодобычек он торгует уже более шести лет по всей России и даже в странах СНГ. Самое, что ни на есть, импортозамещение. С февраля прошлого года другими изделиями компании из спецрезины заинтересовались крупные предприятия оборонного комплекса. Проблемы у Романа начались, когда стало известно, что предприятие на улице Обытаевской попало под комплексное развитие территории. А это значит, что надо готовиться к сворачиванию производства. По словам Романа, сейчас детали из Красноярска уходят на Уралвагонзавод и Муромский завод радиоизмерительных приборов, который работает в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. Мы ему делаем уплотнение, подставляем со спецрезин, которые мы не задавались целями, не знали, куда они их используют. Ну, есть радиозавод, есть радиозавод, как говорится. А тут, когда у нас начались эти проблемы, мы стали немножко на этот момент обращать. И они нам сами официально прислали письмо, что если будет задержка в выполнении ваших заказов, то, пожалуйста, проинформируйте нас и так далее, и так далее. Как оказалось, они используются в каких-то приборах, которые они комплектуют. Ну, это в письме было написано просто, которые они комплектуют Алмаз-Антей, производитель С-300, С-400. Ну, вот мы написали, мы даже указали, что причина, почему мы можем вас подвести, что решение администрации. Всего в КРТ вошли 18 гектаров с десятками компаний, а также рынки Южный и Луч. Схема простая. Некий инвестор-застройщик должен полностью расчистить территорию, возместить людям и бизнесу убытки, а на месте предприятий возвести дома, а также школу. А предприниматели с таким раскладом не согласны, ведь землю они покупали, предприятия развивали, а переезд бизнеса скорее означает полное его закрытие. После споров с мэрией торги все-таки приостановили. К тому же выяснилось, что застройщика-инвестора даже не заставят строить школу. Из текста договора она исчезла. При этом в соседнем Новосибирске прокуратура уже вынесла представление мэру Анатолию Локтю. Там, к удивлению надзорных органов, такой же аукцион на комплексное развитие территории в частном секторе выиграл застройщик, который предложил меньше денег на расселение и благоустройство, чем другие. В городе Миас Челябинской области застройщик пожаловался, что по договору его заставляют в зоне КРТ привести все подземные коммуникации и канализации в порядок, хотя он просто хотел строить дома. Депутат ЛДП Роман Краселев, который в горсовете с коллегами-саппартийцами пытался отстаивать права бизнеса, уверен, что в мэрии они видят или не хотят видеть, что уходит под снос ради многоэтажек. Проблема-то в чем, на мой взгляд? Что в целом эта территория была сформирована без выхода на местность. Такое ощущение, что просто дубльгист в кабинете открыли, увидели там какие-то строения, а дай-ка мы типа все обведем и бахнем там комплексное развитие. А комплексности никакой нет. И нет учета мнения тех предпринимателей и хозяйствующих субъектов, которые там существуют. А там несколько тысяч работников заняты на этих предприятиях, вовлечено в это производство там тоже, ну, порядка, наверное, двух-трех тысяч человек. И самое страшное для города в случае его реализации в том виде, в котором она была, это отсутствие там объектов социальной инфраструктуры. О том, планируют ли и дальше в мэрии хранить молчание по КРТ на шахтеров, неизвестно. В департаменте градостроительства нам сегодня пояснили, что пока не готовы комментировать ситуацию. На следующем заседании постоянной комиссии по градостроительству депутаты вновь хотят призвать мэрию к ответу и поднять вопрос о судьбе бизнеса. Заседать в Горсовете парламентарий предварительно будут 21 июня. Дмитрий Шхузин, Сергей Кашин, Новости ТВК. Проект застройки Симофорной Вавилова утвердили в мэрии. Там снесут старые бараки, на их месте возведут жилые высотки. Застройщик планирует построить 11 зданий от 13 до 25 этажей на полторы тысячи квартир, которые образуют три жилых комплекса. Рядом два садика на 60 и 62 места. Жители близлежащих домов недовольны. По их мнению, такого количества мест в детсадах будет недостаточно. Кроме того, люди боятся, что застройка будет слишком плотной и места для прогулок и зеленых зон просто не останется. Безусловно, мы жители против этого плотнения, потому что мы хотим комфортного микрорайона, хотим, чтобы были дворы, детские площадки, а не дома, дома, дома и парковки к этим домам. А второй момент, который нас не устраивает, это межевание. Потому что мы, когда были публичные слушатели, говорили, давайте эти муниципальные земли и неразгонечные земли отдадим не только под застройку, но и отдадим жителям домов существующих, которые из-за того, что в 2060 году мэрия решила реновацию провести, все было отмежовано под ножи новостроя. Вот и все. Поэтому мы хотим, чтобы у людей и у жителей домов были дворы. На выборах губернатора края появился первый официальный кандидат. Им стал временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Котюков. Сегодня, возможно, и будущий губернатор подал пакет документов для выдвижения в Крайсберком. Ранее кандидатуру Котюкова, как и члена партии, выдвинули и одобрили на конференции региональной ячейки «Единой России». В конце апреля тогда еще замминистра финансов России Михаила Котюкова назначили управлять регионом после того, как Александр Рус сообщил, что получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Пока о желании составить конкуренцию Котюкову заявил лишь один кандидат – глава фракции ЛДПР в законодательном собрании края Александр Глесков. Выборы на пост губернатора Красноярского края пройдут 10 сентября. И помимо губернатора в день единого голосования красноярцам предстоит выбрать и депутата Госдумы уже стало известно, что им может стать экс-мэр Сергей Еремин. Сегодня Центр избирком официально назначил до выборы в Нижнюю палату парламента от Красноярского края. Жители региона проголосуют за того, кто займет место по 56-му Девногорскому одномандатному избирательному округу. В 2021 году депутатом по этому участку выбрали Виктора Зубарева. Он скончался от сердечного приступа в мае этого года на 63-м году жизни. На выборах 2021 года основным конкурентом депутата был Борис Мельниченко от партии КПРФ. От победы его отделяли всего 6%. Известно, что бывший мэр Красноярска, ныне вице-губернатор Сергей Еремин, уже стал кандидатом на внутренних выборах от «Единой России». Он подал все необходимые документы, сообщила пресс-служба краевого отделения партии. Однако вскоре могут появиться и другие претенденты. Победитель этого праймерис и станет кандидатом от «Единой России» на мандат в Госдуму. Необходимости в мобилизации в России нет. Такое заявление сделал Владимир Путин накануне на встрече с военкорами. Президент добавил, сейчас в зоне СВО находится достаточно контрактников и добровольцев. С января этого года, а фактически начать эту работу по заключению контрактов с контрактниками, вот сейчас, на данный момент времени, набрали свыше 150 тысяч. А вместе с добровольцами 156 тысяч человек. В этих условиях Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет. На встрече с военкорами Владимир Путин отметил, что никаких принципиальных изменений задач спецоперации по сравнению с ее началом не произошло. А также, что сейчас в России нет необходимости вводить военное положение. На Бодолыке сегодня простились с Максимом Бархатовым. Приговоренный к шести годам, экс-директор Татышев Парка вступил в ЧВК «Вагнер» и погиб на спецоперации. Как прошло прощание и что известно об участии осужденного в СВО, сюжете далее. На кладбище Бодолык сегодня больше посетителей, чем обычно. Проходит прощание с бывшим красноярским чиновником, экс-директором Татышев Парка Максимом Бархатовым. Общественности он известен из-за коррупционного скандала. Его осудили за получение взяток. Только после смерти экс-чиновника стало известно, что, находясь в колонии, он вступил в ЧВК «Вагнер» и отправился на спецоперацию. Бархатов погиб еще в апреле. Однако родственникам и близким друзьям сообщили о случившемся только через два месяца. Смерть я узнал только вчера. Я даже не знал, что он находится в зоне ДСО. Стали звонить просто друзья знакомые, спрашивать у меня, как будто я знаю об этом. Правда ли подтверждает, просили сведения. Я ничего не мог сказать, не опровергнуть, не сказать «да». Сообщаюсь же родственникам, близким, наверное, матери, сестре, жене сообщили, что действительно это Максим. Вот так я узнал, что он погиб. Погиб еще, сказали, в апреле. И вот только сейчас он доехал до дома и предан земле. Помимо коррупционных скандалов, Бархатов известен своими спортивными достижениями. Он был чемпионом Европы и мира по пауэрлифтингу. Спортивный стаж более 20 лет. Карьеру завершил после травмы, разрыв крестообразных связок. До 2013 года Бархатов тренировал других спортсменов. Был мой тренер, который меня готовил на первенство мира в Америке, было в 2013 году. Он меня подготовил. По жизни шел всегда вперед. Хотел быть впереди. То есть прошел одного. Прежде чем он стал чемпионом, он уже с Боготового в зале жил, спортивном. Оттуда вставал. Когда стал шестикратным чемпионом мира, то есть как бы он свое сделал в спорте, пошел дальше. Было неожиданно это все. И к вечеру все подтвердилось, что его не стало. В тюрьме Максим Бархатов оказался в мае 2022 года. Он получил шесть лет колонии строгого режима по уголовному делу о получении взяток и легализации преступных доходов на сумму более 8,5 миллиона рублей. В качестве вознаграждения чиновник также получил автомобили «Лексус» и «Мерседес». По данным следствия, за это Бархатов отдавал господряды по обустройству острова Татышев дружественной фирме. С момента вынесения приговора до гибели бывшего чиновника прошло меньше года. Александра Козлова, Владимир Антонов. Новости ТВК. Далее мы прервемся на короткий анонс-рекламу. Напомню, ТВК есть во всех социальных сетях, чтобы связаться с нами. Оставить комментарии или посмотреть любой сюжет выпуска. Сканируйте QR-код, который вы видите на экране. Переходите по ссылке, подписывайтесь и помните ТВК не только ТВ. Заморские сильные дожди идут в Красноярский край, когда и в каких районах ждать минусовых температур по ночам. Столовая пловная и слабительная в одном флаконе, жалуются посетители. Что показала проверка столовой Чернослив? Вы смотрите новости. ТВК. Наш телефон 200-00-65. И мы продолжаем выпуск. Курс доллара на Мосбирже превысил 85 рублей. Это произошло впервые с апреля прошлого года. Аналитики связывают повышенную динамику на валютном рынке с отложенным из-за праздников спросом, а также с ограниченностью предложения американской валюты. Евро на Мосбирже за неделю подорожал на 2 рубля. Край впервые с апреля достиг отметки в 91 рубль 7 копеек. Заморозки и сильные дожди идут в Красноярский край. По информации синоптиков, сегодня в центральных районах края, в том числе и окрестностях, Красноярская температура опустится до минус 1 градуса. Также ожидаются сильные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду. В южных районах края заморозки до минус 1 градуса ожидаются с 15 по 16 июня. Однако к концу недели пасмурная и холодная погода уже отступит. В субботу днем в Красноярске до 26 градусов. В воскресенье в городе еще немного потеплеет и будет плюс 27. Погодные аномалии застали врасплох и южные регионы России. Сочи частично затопило из-за проливных дождей. Две реки Мзымта и Мацеста вышли из берегов и в городе объявлено штормовое предупреждение. Пляжи Сочи закрыты, по дорогам плывут автомобили. Кроме того, поврежден газопровод. Информации о пострадавших нет. Специалисты приступили к ликвидации последствий потопа. Они расчищают автомобильные дороги и пешеходные маршруты. Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил завершить все работы в течение суток. Коммунальщики перенесли отключение холодной воды в Свердловском и Кировском районах. В чем причина и когда воду все-таки перекроют. Подробнее об этом не только в рубрике «Новости коротко». В Красноярске и ЗАИГ на этой неделе не будут отключать холодную воду в Свердловском районе и части Кировского. Ранее водозабор на острове отдыха планировали остановить 16 июня. Управляющие компании уже оповестили жителей домов об отключении холодной воды. Однако в связи с проведением в эти выходные экзамена в школах Свердловского района даты отключения решили перенести. О новых сроках красноярцев уведомят дополнительно. Красноярцам не рекомендуют посещать национальный парк Столбы в ночное время из-за медведей. Сейчас хищники активно ищут пищу. В парке пояснили, что холодная задержная весна этого года отразилась на жизни медведей. Первая зеленая трава появилась лишь в конце мая. Это на 2-3 недели позже обычного. Поэтому потребность пищи у зверей, которые проснулись еще в апреле, очень высока. По последним данным фотонаблюдений, сейчас у хищников в нацпарке начался гон. На одном из участков зафиксировали 4-х взрослых самцов. В парке предупреждают, что нахождение в ночное время в рекреационной зоне крайне нежелательно. Под Красноярском появится новая особо охраняемая территория – микрозаказник «Манское займище». Он займет площадь около 1 тысячи гектаров. Микрозаказник будет располагаться на территории Емельянского района и Девногорска. Там растут реликтовые и эндемические виды растений, в том числе липа нащекина. Это единственное в крае широколиственное древесное растение, которое сохранилось до ледникового времени. Под охрану попадут еще 27 видов редких растений, которые нашли при обследовании территории. Всего в регионе 114 особо охраняемых природных территорий краевого значения. Столовая пловная и слабительная в одном флаконе. Так о столовой чернослив отзываются ее посетители. Жалобы на несвежее и заветренное блюдо проверяла Екатерина Кошучик. Новая серия проекта «Проверка» прямо сейчас. Холодильник. Хочу холодильник. Где холодильник? Пошли искать холодильник. В грязном ведре у нас какое-то мясо. Посмотрите, как высохло тесто. Оно уже зачерствело. Тесту хана. Так на меня нет. Не садится на меня. Нет. Это проверка. Сегодня мы вот так прячемся от дождя. Уже прямо перед входом, перед входом в столовую. Как нам написали посетители этого заведения, этот чернослив точно слабит. Столовая называется чернослив, она же пловная. И сюда нас отправили по жалобам на кислый плов, на заветренные салаты и на продукцию, после которой люди действительно зарабатывают отравление. Как они там готовят? Пойдем проверять. Вряд ли вот этот суп приготовили сегодня и уже успели до 11 утра съесть. А все, что было приготовлено накануне, мы не можем реализовывать на следующий день. Посмотрите, какой здесь налет. Вот смогу я его, интересно, оттереть своей перчаткой или нет, потому что он прям присохший. Ну вот такая обстановка у нас в холодильнике. А куда вы пошли в тапках, в которых вы ходите по кухне, на улицу? Как можно выходить в этих тапках? Вы только что в этих же тапках ходили здесь. А вот что вы сейчас будете с этими тапками делать? Вы в них на улицу сходили. И пришли на кухню. Вы думаете, вот так поделать поможет? Нижняя полка у нас, это, конечно, самый кромешный ад. Сама полка, она покрыта какой-то жидкостью, слизью. Я подозреваю, что это вытекло отсюда, потому что овощи, которые я на этой полке нашла, они не выдерживают никакой критики. Вот из этого нам с вами готовят обеды. Смотрите на макарошки внимательно. Они, видите, уже двух цветов. Вот эти белые, вот эти желтые. Они, фу, они жутко воняют кислым. Идите, понюхайте сюда. Хотите? Вот этот холодильник, кстати, не менее мерзкий, чем та же самая морозилка его соседняя, потому что он просто засыпан грязью. Он просто весь вот в этой россыпи. Вот тут хранят продукты. Это какие, вчерашние или позавчерашние манты, что они вот так вот уже стали коричневыми? По макаронам видно, что они заветренные. Видно, что они не сегодняшние и не свежие. Вот там уже намерзла вот эта вот глыба, и она тает. И под нее просто поставили емкость для того, чтобы таяло куда надо. А под тем, как тает, у нас стоят открытые емкости с супом. Вот, пожалуйста, несколько полочек вниз, и весь вот этот вот смрад все капает сюда. Главное не прилипнуть, и главное, чтобы ничего на меня оттуда не прыгнуло, потому что клубы пыли я уже вижу даже отсюда. Один раз провела перчаткой, просто 20 сантиметров холодильника, и перчатки плохо. Ее тошнит. Примерно как и меня на этой кухне. Мухи – это вообще боль этой кухни, про это мне писали многие зрители, говорили, что мухи здесь в любой сезон. Но вот, пожалуйста. Я понимаю, что внутри холодильников очень грязно, но чтобы настолько, чтобы упаковки майонеза выглядели вот так, покрытые просто слоем грязи, такое ощущение, что их на улице в пасмурную погоду просто валяли. И это стоит сейчас на рабочей поверхности, и это используют в приготовлении на кухне. Как вам ингредиент для вашего обеда? Хочется перекусить такой морковкой. Морковку просто здесь кто-то ненавидит, судя по тому, как к ней относятся. Провожу рукой по холодильнику, выгребаю оттуда как будто силос какой-то, ну вот просто навоз. Понятия гиены здесь нет ни у кого. Они даже сами то, что курят, то, что берут в рот, кладут куда? Да, посмотрите на вот эту просто грязнючую дверь, грязную, грязную, ужасную. Сюда же кладут. Ну, брезгливость вышла из чата. Ни один продукт, который вы сейчас продаете, не имеет права продаваться, потому что вы не можете подтвердить ни один срок годности и готовите все это из протухших, заветренных продуктов. Ну, хорошо, понял. Я рада, что вы меня поняли. Классно, когнитивные способности работают. Что мы будем с этим делать? Объясните. Вы нарушаете закон. Ну, если я там что-то неправильно готовлю, то я исправлю все. У вас сейчас ни один продукт, который лежит на витрине, не имеет права продаваться. Это опасная продукция. Хорошо, давайте закроем сегодня предприятие. Будем надеяться, вы не просто его сейчас закроете, вы перестроите работу и проведете генеральную уборку кухни. Конечно. На улице по-прежнему дождь, поэтому итоги будем подводить прямо вот здесь, не отходя от кассы. Очень надеюсь, что сегодня мы здесь действительно самые последние клиенты. И все, что нам пообещали утилизировать, будет отправлено в мусорку, просто потому что эта продукция опасная. Нам пообещали, что это будет сделано. Но еще мне бы хотелось, чтобы эта кухня не просто сейчас прибралась и выбросила то, что уже испорчено, но и перестроила свой подход к работе. Ведь есть оборудование для того, чтобы ставить маркировки, есть посуда для того, чтобы это делать, есть даже где-то, видимо, пищевая пленка. Главное теперь все это совместить и больше не готовить. То, что может отравить посетителей. Но я напоминаю, от нашей проверки никто не уйдет. Екатерина Кашучик, Сергей Кашин, Новости ТВК. В Красноярском театре Пушкина премьера. Завершить творческий сезон там решили шиллеровской трагедией «Коварство и любовь». Съемочная группа «Культура» побывала на открытой репетиции постановки. Поэтому прямо сейчас обзор нового спектакля Олега Рыбкина. Всем культурной недели. Красноярский драматический театр завершает творческий сезон большой премьерой. «Коварство и любовь» – так звучит заглавие постановки. В основе спектакля вечные темы чести, достоинства, свободы, а еще множество интриг и подлости. Переосмыслил произведение шиллера главный режиссер красноярской драмы Олег Рыбкин. А мы совсем немного подглянули в закулисье трагедии. Посмеет только думать или быть одной из его мыслей. Послушай, я могу быть беспощадной, клянусь тебе. Интриги, подлость, убийство, тьма. А может, любовь, добро и свет? У каждого человека есть выбор, какую сторону занять ему. Остаться честным себе или пойти на поводу у других. Новая постановка Олега Рыбкина «Коварство и любовь» о давно известных миру чувствах, желаниях и страхах. Но откликаются ли эти идеи современному человеку? Заставляют задуматься так же, как в 18 веке при Шиллере. Теперь да. Когда это писалось, эта пьеса шиллеровская, тогда те идеи, которые тогда наполняли Европу, Германию, вообще всех людей, которые тогда, это было революционно, так скажем. И Шиллер выявлял эти идеи. И они очень такие, на самом деле, с нашей точки зрения, современные, очень такие патетические. То есть патетика какая-то такая есть в этом, романтика, переромантика. И тут вот какая сложность, допустим, для меня, это чтобы это было не сладостно, чтобы это слушалось нормально, чтобы это было адекватно сегодняшнему дню. Кто они? Фердинанд, Леди Мильфорд, Луиза? И понятны ли нынешнему поколению? В постановке Олег Рыбкин будто соединил два пространства – 18-й век и цифровой мир. Скорее, это гораздо более абстрактное место действия у всего этого. Но костюмы остались, грубо говоря, историческими. Это 18-й, конец 18-го века. Но, опять же, они переосмыслены нашим художником по костюмам Фагиле и Сельской. А оформление переносит в нас некий такой, скажем так, уже почти цифровой мир. Этот цифровой мир создают несколько камер, которые направлены на актеров. По словам Рыбкина, это будто камеры слежения. С их помощью многие тайные вещи в спектакле становятся явными, точно как и в жизни. Эффект приближенности, который создают камеры – это совершенно новый уровень взаимодействия аудитории и актеров. На сцене в прямом смысле идет столкновение человека и цифры. Это в том числе старался передать Никита Сазонов, отвечающий в постановке за сценографию. Это скорее задача разобраться с сегодняшним днем, сегодняшним временем, как вот в таком достаточно холодном цифровом мире пространстве могут существовать удивительные человеческие вещи, коварство и страсть, как можно в них совмещать. Вот и наш спектакль, во всяком случае, как я его понимаю, и попытка в этом разобраться. Удивительное время, 19 век, начало романтизм, идеальный человек, идеальные чувства, ощущения. И 21 век – это такой некий идеал, новый совсем, это цифровой мир. Парит цифра. Мы восхищаемся, и мы каждый день с ней в общении, в работе. Так что в итоге победит – коварство или любовь? У зрителя еще будет время разобраться в этом самостоятельном и сделать свой выбор. Собственно говоря, как всегда, столкновение между личностью, ее свободой воли и обществом, оно достаточно трагично. Эта драма Шевлера не исключение, она именно эти же вопросы и исследует. И, как всегда, видимо, существует то самое противоречие между долгом и честью, если кто-то в школе проходил это произведение, или в институте, или еще бы. Обычно говорят, что это такая трагедия, в которой существует конфликт между личностью с долгом и честью. Первые показы постановки «Коварство и любовь» уже прошли. Масштабной премьерой театр Пушкина подытожил свой творческий сезон. И, судя по продолжительным овациям от красноярских зрителей, встретили они спектакль хорошо, первые отзывы не заставили себя долго ждать. Те, кому уже удалось увидеть постановку, отмечали актуальность спектакля, несмотря на то, что оригинал был написан два века назад. В июне, июле и август тем показов больше не будет. В следующий раз красноярцы смогут увидеть «Коварство и любовь» лишь в сентябре. В любом случае помните, что выбор за вами, поэтому определяйтесь и идем в культур. Полина Михальчук, Анастасия Масленникова, Сергей Кашин, ТВК. Жилая застройка и развитие инфраструктуры в Красноярске. Насколько удобно жить в вашем микрорайоне? Ждем звонков зрителей в эфир по номеру 200-00-65. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова